Всем привет, друзья! Вы на канале Джонас Киев, меня зовут Андрей. И сегодня предлагаю посмотреть вам видео на тему, как пригнать нерастаможенные автомобили с Польши. В последнее время много было запросов, в принципе, постоянно есть запросы, информация постоянно обновляется. Поэтому я думаю, что даже в условиях всемирного карантина, когда автомобили на данный момент пока в карантине закончатся, никуда не поедут, не заедут. Но, в принципе, все равно это видео будет не лишним. Посмотрите его до конца и для себя уже определите. Потому как есть нюансы с документами, то есть, возможно, сейчас вот как раз нормальная возможность для того, чтобы подготовить все эти документы перед выездом. А там уже смотрите сами. Потому что люди постоянно звонят, значит, кто в Польше там купил машину или хочет купить. И постоянно вопрос, какие у меня должны быть документы. Друзья, то есть, тут как бы суть не в том, какие у вас должны быть документы, а суть в том, какие у вас есть. Вот это важно. Потому что, ну, сейчас, в общем, послушайте, поймете. Смотрите, какие варианты, скажем, какие, ну, варианты документов, какие у вас могут быть. Могут быть или, ну, короче, три варианта, грубо говоря. Значит, первый вариант, когда вы приехали в Польшу, купили машину по Купче, это стандартные документы, потому что люди, какие должны быть. Друзья, давайте вот просто для тех, для суперновичков, стандартные документы в Польше, потому что я пишу стандартные. Это Купча, договор купли-продажи, техпаспорт, карта по язду, актуальная страховка и актуальный техосмотр. Без разницы, какой период, потому что у меня остался месяц, это можно так или... Друзья, вот просто, вот на момент выезда, понимаете, хоть у вас полдня осталось. Если вы сейчас выезжаете, машина уже выезжает с Европы, и у вас последний день, это нормально. То есть не надо у меня уточнять, а есть ли 10 дней, есть ли 15, есть ли месяц. Просто актуальные документы, ну, актуальная страховка и техосмотр. Все, Купча, техпаспорт, карта по язду, страховка, техосмотр. Вот это как бы 5 документов стандартных, по которым машина покупается в Польше. В любом случае, ну, по-другому она не покупается. То есть вот это стандартный пакет документов. Он у вас в любом случае будет таковым, если вы только поехали и только купили машину. Это называется Покупча. Потом, вторая ситуация, которая у вас может быть, если вы хозяин автомобиля. Это, конечно, самый, ну, идеальный вариант, в принципе, для вас с точки зрения затрат. Потому как, если машина полностью оформлена на вас, то есть вы хозяин по техпаспорту, хозяин либо спивластник, но если спивластник, то тогда должна быть связь с хозяином. Ну, как, да, надо, чтобы была связь с хозяином. Вот, тогда в этом случае у вас, как бы, затраты будут минимальные. То есть у вас, грубо говоря, все, что вам надо, это только верблюд. Верблюды есть, поэтому кому нужна помощь с этим вопросом, можете звонить, спрашивать. То есть у вас, грубо говоря, будет только верблюд, и все. Вы доверенность на верблюда написали, как бы, предварительно. Поехали на границу, у вас там встретили, машину затянули. Это, как бы, самый такой дешевый вариант, самый идеальный, ну, для вас с точки зрения финансовой. Потом, что у нас происходит, если, значит, у вас документы, скажем, покупча. То есть, когда у вас машина не на вас оформлена, вы покупча купили. Тут есть два варианта, друзья. Есть вариант выехать покупча, то есть ничего, нигде не переоформлять. Просто вы приехали под границу, вас встретили, и, грубо говоря, с теми документами, что у вас есть, затянули. Это вариант самый дорогой. Сразу хочу сказать, что самый дорогой вариант. Вот, и плюс какой-то вариант, что вам не надо ничего ждать. Ну, я имею в виду, не надо ждать переоформления. Вот, это первый вариант. И второй вариант, опять-таки, если вы купили машину покупча, этот вариант на 150 долларов получится дешевле, но чуть-чуть дольше по времени. То есть, машину надо будет полностью переоформить, переоформить на нашего поляка. Вас вписываем в техпаспорт со владельцем. Вот, и потом вы едете на границу, то есть, то же самое. Вас встречают, затягивают машину. Этот вариант на 150 долларов дешевле предыдущего варианта, но у него есть такой минус, так сказать, потому что надо ждать 10 дней. 10 дней, пока будет постоянный техпаспорт. То есть, сначала при переоформлении автомобиля в Польше дается временный техпаспорт, 10 дней ждете, потом дают постоянный техпаспорт. И ехать можно только по постоянному техпаспорту. Ну, и, в принципе, почему я сказал, что, типа, может быть, этот вопрос актуален и сейчас, я не знаю, как в Польше, вот, надо будет уточнить. Может, вы знаете, ну, такое, я уточню, если надо будет. Работают ли сейчас в Польше у Жонды? Мне что-то кажется, что должны работать. Соответственно, если это все работает, то, грубо говоря, пока вот этот карантин, чтобы просто, ну, не ждать, скажем, да, потом последнего момента, вы можете сейчас, грубо говоря, заняться переоформлением автомобиля и вместе с нами. То есть, мы можем сейчас переоформить, переоформить, как раз там подождать, грубо говоря, 10 дней, пока туда-сюда, вот карантина еще будет сколько там? Две-три недели. Ну, это по предварительным данным. Понятно, что ситуация может поменяться, его могут продлить. То есть, учитывайте это. Если вы рассчитываете, скажем, на самый идеальный вариант, то, что две-три недели карантин, да, или вам как бы не принципиально, вы все равно по этим документам можете ездить дальше, уже сейчас можно, грубо говоря, заняться переоформлением автомобиля, как раз подождать там 10 дней постоянный техпаспорт и потом, когда карантин закончится, уже поехать и заехать в Украину без растаможки. Вот это как бы три, то есть, основных, скажем, варианта именно для тех, кто живет в Польше. То есть, первый вариант, покупчая, без переоформления, самый дорогой вариант. Второй вариант, покупчая, с переоформлением, но это уже будет, он, соответственно, уже будет не покупчая, это уже будет с пивластных, скажем, да, этот вариант дешевле. И третий вариант, если машина полностью оформлена на вас. Это как бы самый дешевый вариант, потому как нужен только верблюд. По всем остальным странам, друзья, потому как звонят не только с Польши, звонят там, скажем, с таких, блин, всяких эксклюзивщиков, типа там с Италии, там еще откуда-то, с Испании. Друзья, все то же самое. Для вас вообще, как бы, если у вас машина на вас оформлена, опять-таки, проблем нету. То есть, когда машина оформлена на вас, проблем нету с любой, ну, уже там без разницы, на какой регистрации автомобиль. То есть, главное, чтобы был, ну, желательно техосмотр, не знаю, там, где-то проверяют, где-то не проверяют, и зеленая карта, страховка. Все. Вот эти документы у вас есть. Вы звоните, вам скидывают данные верблюда предварительно, вы делаете у себя там в стране, где зарегистрировал автомобиль, доверенность на верблюда и приезжаете на границу. Это как бы самый такой. Если у вас машина оформлена не на вас, и вы там где-то, блин, с Италии, с Испании, еще откуда непонятно, ну, кроме Литвы. Литва там все нормально, то есть, по Литве там вопросов нету. То, в вашем случае, ну, невероятность процентов 90, что машину надо будет, да не те, 100%, машину надо будет переоформлять. В любом случае. То есть, это то же самое, что с Польшей покупчик, машину надо будет переоформлять либо в Польше, либо в Литве, и только потом уже ехать, заезжать на верблюда. И я хочу сказать, что если, допустим, машина за границей, то есть ни с Польши, ни с Литвы, то в Польше, допустим, чтобы такую машину переоформить, вам придется платить акциз. Акциз, конечно, небольшой, там, если 2 литра мотор, то там в районе 3%, если свыше 2 литра мотор, то там 18%. Ну, такое дело. В Литве это все можно сделать без акциза, но в Литву дальше будет ехать, соответственно, да, потому как... А, и еще плюс Литвы в том, что не надо будет ждать 10 дней постоянный техпаспорт. То есть это тоже плюс. Это, кстати, возможно, даже на заметку, если машина в Польше покупчик куплена, да, можно переоформить в Польше, ну, акции заплатить, понятно, не надо, если польская машина, но 10 дней ждать. Либо поехать в Литву переоформлять, ну, быстрее просто можно переоформить, туда надо будет делать техосмотр в Литве, то есть тоже такой нюанс, потому что, ну, если польские примут, то отлично, но могут не принять. Ну, короче, друзья, это уже, я так, знаете, пошел в дебри, хотел рассказать про Польшу, просто понятно, что хочется максимально дать информацию по всем странам, но там на самом деле куча нюансов, поэтому все, что там где-то кому-то непонятно, уже звоните, уточняйте в личку, но в целом, скажем, основное, да, то, что вот основной поток людей из Польши, я думаю, что вы поняли, как бы, в чем суть, вот. Вот, по ценам, по всему остальному, это звоните уже по телефону индивидуально, будем уже обсуждать, как бы, кому что надо, там, кому верблюд, кому переоформление, кому в Польше, кому в Литве, кому где, как бы, уже будем это все обсуждать. То есть я просто к чему веду, что пока карантин, сейчас, грубо говоря, можно занять, ну, опять-таки, есть у вас возможность передвигаться, потому что, если вы там где-то с Испанией, то понятно, что вы сейчас в Литву или Польшу тоже не приедете, то есть это, грубо говоря, кто в Польше, если там уже эндер работают, то в Польше пока можно переоформиться, потом, когда откроют границы, можно будет заезжать на верблюда. Ну, а так, друзья, что, будем смотреть, наблюдать за ситуацией, потому как, на самом деле, тоже непонятно, когда весь этот карантин откроется, но в любом случае, можете сохранить себе контакт, как только ситуация прояснится, как только вы примете решение, да, там, звоните, значит, мне по Вайберу, ну, я пока дома, там, либо на мой мобильный телефон, либо по Вайберу, и будем уже решать порядки поступления. Все, друзья, спасибо всем за внимание, кому, значит, полезное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, отмечайте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного, пишите в комментариях, какие вопросы еще интересуют, то есть, возможно, какие, ну, какое видео надо бы подснять еще, то есть, пишите, да, ну, обязательно обращаю внимание на все ваши пожелания, так сказать, по видосам, по всему остальному, то есть, в принципе, будет легче и мне, потому как будет меньше звонков, да, то есть, и вам будет тоже лучше, потому что вы будете информацию получать, как бы, от первого лица сразу все, то есть, это, как бы, наша с вами коммуникация, поэтому, ну, я думаю, вы интересуетесь, еще кто-то тоже может интересоваться тем же вопросом, который вы, соответственно, вы таким образом поможете, как бы, не только себе, но и другим, соответственно, людям. С вами был Андрей, канал Джонос Киев, счастливо, будьте здоровы, пока, увидимся, друзья, на связи.